МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также 8 800 532 55. Вы можете позвонить и задать свой вопрос в эфире нашей программы. Ну, а я вас познакомлю с гостями в нашей студии. Сегодня ими стали Луиза Николаевна Комиссарова, заместитель директора по учебной работе гимназии номер 7. Луиза Николаевна, здравствуйте. Добрый день. И Татьяна Викторовна Мироновская, простите, учитель математики гимназии номер 7. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Татьяна Викторовна, нам приятно, что вы оказались в нашей студии. Вокруг ЕГЭ немало споров. И, наверное, первым вопросом и будет как раз вопрос. ЕГЭ, аргументы за и против. Единый государственный экзамен как основная форма выпускных экзаменов в школе и вступительных экзаменов в ВУЗы введен с 2009 года. Но, несмотря на этот факт, споры о том, насколько целесообразно введение ЕГЭ, до сих пор продолжаются. Мы считаем, что доводов в пользу ЕГЭ значительно больше. А именно, прежде всего, это, конечно же, объективность и прозрачность оценки качества подготовки учащихся. То есть работа проверяется не учителем той школы, в которой обучается учащийся, а независимой комиссией и компьютером. Первая часть оценивается компьютером, и вторая часть с развернутым ответом оценивается независимой комиссией. Далее, следующим плюсом можно отметить, что знания для сдачи ЕГЭ нужны в настоящее время прочные, фундаментальные. То есть просто интуитивно наугад сдать ЕГЭ уже не получится. И так как ЕГЭ оценится по 100-бальной шкале, это дает возможность более качественно оценить учащихся, выбрать лучшего из лучших, нежели по традиционной 5-бальной системе. И самым тоже важным моментом, я считаю главным плюсом, одним из главных плюсов, это то, что нет необходимости учащимся, выпускникам сдавать экзамен дважды. То есть если раньше, до введения ЕГЭ, выпускники 11 классов должны были сначала сдать выпускные экзамены в школе, затем они должны были сдать вступительные экзамены в ВУЗ. Любой экзамен, вы понимаете, что это стресс, и дважды испытывать стресс никому не хочется. И вот как раз ЕГЭ, благодаря ЕГЭ, нет необходимости дважды сдавать экзамены. То есть они сдают экзамены один раз в формате ЕГЭ, и при высоких результатах поступает в ВУЗ, который они выбрали. И остается время летом отдохнуть ребятам, потому что раньше в июне были выпускные экзамены, в августе были вступительные, даже не было времени на отдых. Теперь эта возможность появилась. Татьяна Викторовна, вы согласны, что ЕГЭ стоит оставить, и у вас также есть аргументы за? Да, конечно, безусловно. ЕГЭ действительно зарекомендовал себя, особенно относительно ЕГЭ по математике, который для удобства учеников разделен на базовый и профильный уровни. У нас есть первый дозвонившийся телезритель, я предлагаю ответить на его вопрос. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, у нас есть такое, Валерий Александрович. Я 23 года прослужил, не проработал, а прослужил в школе. Именно я служил в школе. И поэтому я скажу обратное, что в советские времена, когда обучались, мы не слышали и не видели о самоубийствах и каких-то таких вещей по поводу экзаменов. Это первое. Вот только ЕГЭ дали вот такой всплеск, у нас, кстати, суициду, к сожалению. ЕГЭ таланту не товарищ, а бесталанному судьба. Образование не обманешь, и будет виден плод труда. В ЕГЭ нет творчества полета, нет образованности в нем. Какого лошадь-то помета? Ну, лошадка-то при чем? В ЕГЭ, вспомнить времечко советов, когда давали знания, народ был грамотен при этом и занимался созиданием. Почему бы нам не взять в советские времена то, что было хорошее, то и в советские времена брать, а сдавать эти тесты, вы мне извините, это не для наших грамотных и умных пацанов и девчонок, понимаете? А это для других, это американцы изобрели. Я думаю, что, Валерий Александрович, мы ваше мнение понимаем, да, просто есть эфирное время, которое, к сожалению, не резиновое. Да, действительно, есть аргументы против, но, тем не менее, точно в 2017 ЕГЭ у нас остается, и стоит понять, какие у нас изменения есть. У нас об этом есть небольшой сюжет, я предлагаю его посмотреть, после чего прокомментировать. Итак, внимание на экран. На календаре января выпускникам уже пора задуматься о выборе предметов, которые они будут сдавать во время ЕГЭ. Тем более, что с этого года изменилась структура экзаменационных билетов. Угадайки больше не будет. Что касается изменений в самих заданиях хим, это коснулось у нас предметов химии и биологии. То есть, там убираются задания с выбором правильного ответа. Также по физике убираются задания с правом выбора ответа. Остаются у нас тестовые задания только по иностранному языку. В связи с тем, что задание убирается, соответственно, уменьшается количество, общее количество заданий по химии и по биологии. Также у нас по биологии увеличивается время на 30 минут. Отведем на выполнение работы. Сегодня в школах проходит усиленная подготовка к предстоящему ЕГЭ. Нововведение учителя оценивают только со знаком «плюс». Это лучше для всех, потому что процесс подготовки исключает прямое натаскивание, как это называется, только изучение по алгоритму. А нужно, не нужно, вот понимание предмета нужно. Вот в этом смысле лучше. Потому что на одном зазубрии недалеко не уедешь, все равно нужно предмет понимать. И именно вот на понимание предмета новые формулировки вопросов и направлены. А вот мнение выпускников не столь однозначно. Одни уверены, что такой формат не позволит случайным людям в дальнейшем прийти в профессию. Другие переживают, что не справятся с заданием. Мне не нравится формат новых билетов. Слишком различные задания. Нет одного варианта ответов, несколько. И есть задания, над которыми действительно надо думать. Мне не очень нравится новый образец, так как, ну, хоть и задания уменьшились, но надо изучать их вдвойне больше. То есть это больше нагрузка, времени меньше. И очень сложно в этом плане. Я считаю, что это правильно, так изменить формат билетов, потому что, правда, много некомпетентных специалистов. И если человек реально знает свой предмет, он ответит правильно, не полагаясь на судьбу. Мне новый формат, если честно, даже нравится. То есть, потому что тут ты либо знаешь, либо не знаешь. Как бы, ну, угадать уже не получится, но, мне кажется, запаса знаний хватит. Вот. Как-то нравится то, что уменьшилось количество заданий. Это не намного, конечно, но хотя бы облегчило хоть что-то. Ну вот, а так, в целом, просто нужно готовиться усердно и понимать. Не зря же выбрали этот предмет. Заявление для сдачи ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля. В нем должны быть перечислены предметы, по которым ученик планирует сдавать экзамены. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости Татарстана. Итак, действительно, на одной зубрежке далеко не уедешь, как сказал один из педагогов. И об этих новинках мы поговорим чуть позже. У нас есть еще один вопрос от телезрителей. Итак, здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Петрова Ольга Валерьевна. В этом году моя дочь будет сдавать ЕГЭ. И я очень за нее переживаю. В связи с этим у меня два вопроса. Как ребенку спланировать свое время на экзамене по математике? И что будет, если у кого-нибудь обнаружат телефон? Спасибо. Да, спасибо большое. Хорошие вопросы. Как раз хотели мы поговорить о подготовке, в принципе, к ЕГЭ. Ну, давайте, наверное, начнем обсуждать. Итак, вам как математику стоит, думаю, начать отвечать. Да, на этот вопрос отвечу я. Во время выполнения работы на экзамене, прежде всего, получив работу в руке, нужно внимательно прочитать те задания, оценить уровень сложности для себя лично каждого задания. После этого начать выполнять с легких заданий, постепенно переходя к остальным, не задерживаясь долго на каждом задании, потому что потом можно будет спокойно вернуться и еще раз их выполнить. Особое внимание уделить тому, что нужно проверять как можно больше времени каждое задание. Сидеть нужно на экзамене до последней минуточки, пользоваться каждой минутой, чтобы проверить, правильно ли все решено. Ну, и самое важное, правильно записать полученные ответы в бланк ЕГЭ. Ну, и второй вопрос был про телефон. Можно ли, какие-то санкции будут, если у ребенка обнаружится мобильное устройство? Ну, безусловно, нарушение процедуры ЕГЭ, особенно обнаружение момента списывания, очень жестко наказывается. Для этого и создан экзамен в такой форме, чтобы обеспечить прозрачность. И, естественно, будет аннулирование работы, возможно, и не только одного этого ученика, может быть, и всей аудитории. Поэтому, безусловно, никаких гаджетов, никаких шпаргалок с собой приносить нельзя. У нас есть еще один вопрос от телезрителей. Так, здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Гульнара Эльдаровна. Я бы хотела узнать, вот, о достижении вашей школы, какие у вас средние баллы по основным предметам, и куда ваши выпускники поступили? Больше на бюджетные факультеты или на платные? Да, хороший вопрос. Итак, ну, давайте хвастаться результатами. Да, давайте я коротко скажу о результатах. По обязательным экзаменам по русскому языку по прошлому году, по результатам прошлого года, наш средний балл составляет 83,7. И, наверное, все предметы по выбору я не буду перечислять. Перечислю, давайте, только три, да? Самые высокие результаты по предметам по выбору. Первое, это у нас на первом месте английский язык, 85,5 балла. На втором месте это у нас химия, 80,2 балла. И также высокий балл у нас, так, английский, химия, биология, 79 баллов. То есть, а, куда поступает? Да, вторая часть вопроса, куда поступают наши... Мы стараемся без названия университетов обойтись, только бюджетка или коммерческая? 60% наших выпускников ежегодно поступают на бюджетной основе, обучаются на бюджетной основе вузы. Только 40% обучаются по договору. И вузы хочется отметить, потому что у нас ребята поступают в самые престижные вузы Российской Федерации. Это и в Москву, МГИМО, МГУ, МГТУ имени Баумана, Высшие школы экономики. В Петербург и даже за границу, да. Ответительный вопрос телезрительный делал в том, что эфирное время у нас, его не так много осталось, а хотелось бы все-таки поговорить о новинках. Итак, вкратце, что все-таки кардинально поменялось в 2017-м? Вот существенные изменения коснутся лишь трех предметов в 2017-м году. Это биология, химия и физика. Если сказать коротко, то оптимизирована структура экзаменационной работы. Что это означает? То есть, структура усовершенствована. Прежде всего, из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного ответа. Также уменьшен максимальный первичный балл и сокращено количество заданий. Это в биологии и в химии. А в физике также исключены задания с выбором одного ответа и включены задания с кратким ответом. Это существенные изменения. По остальным предметам, существенных изменений в 2017-м году не предвидится. А в чем тогда основное недовольство учеников? Почему им тогда не нравится эта форма? Нет, судя по сюжету, некоторые были довольны, некоторые нет. Но, как всегда, мнения разделяются. Недовольство было тем, что усложнилась теперь процедура. Именно структура контрольно-измерительного материала. Потому что теперь просто наугад дети не смогут выбрать какой-то ответ и ответить просто интуитивно. Нужно предмет свой знать качественно и фундаментально. Ну, относительно математики хотелось бы с вами поговорить. Базовые и профильные уровни. Почему разделены ЕГЭ и в чем суть данного изменения? Вот уже третий год, как решили произвести это разделение. Базовый уровень нужен тем учащимся, которым необходим только аттестат. А математика для изучения на профильном уровне для будущей профессии им не пригодится. И это позволяет оптимизировать их время на подготовку, изучая более глубоко те предметы, которые им необходимы. И в связи с этим содержание экзаменационной работы по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, только лишь с кратким ответом или с выбором ответа. Не содержит при этом задания развернутой части. Оценивается по пятибальной шкале, как и принято в школе. И оценка этого ни в аттестат никуда не идет, только лишь дает возможность получения трех баллов из пяти, получить этот самый аттестат. Если же в качестве аттестационных испытаний есть математика, то тогда, конечно, ребенок выбирает профильный уровень. Профильный экзамен сложнее. Оценивание состоит из частей первой и второй, из частей, где нужно указать краткий ответ в бланке и дать развернутое решение с ответом, которое проверяют эксперты ЕГЭ. Это оценивание происходит по 100-бальной шкале и необходимый минимальный порог 27 баллов из 100. При этом для успешного выполнения заданий профильного уровня необходим высокий уровень математической культуры. Необходимо пользоваться не только известными алгоритмами, но и изменять их, пользоваться уже предложенными, модифицировать, анализировать решения, выбирать нужный путь, искать правильный ответ и находить свои ошибки. Это достаточно сложно, и поэтому детальную картину по каждому ученику, конечно же, дает учитель этого ученика в школе, где обучается ребенок. И это согласуется с мнением экспертов, размещенным в методических рекомендациях на сайте Федерального института педагогических измерений, и государственной сайт, где сказано, что следует обратить особое внимание на выбор уровня экзамена, рекомендуя учащимся, которые неуверенно решают 6 заданий с кратким ответом, сдачу экзамена на базовом уровне вместо профильного. То есть профильный уровень сдают ребята, к примеру, которые собираются, я так понимаю, в технические вузы и какие-то подобные специалисты. Итак, у нас есть голосование в группе ВКонтакте, сегодня мы спрашивали наших пользователей в нашей группе, что, на ваш взгляд, нужно изменить в ЕГЭ, есть варианты ответов, убрать полностью тесты, оставить устную и письменную часть проверки, сократить количество вопросов, что, в принципе, я так понимаю, произошло по ряду предметов, ослабить контроль за школьниками во время сдачи, ничего не нужно менять и отменить ЕГЭ. И пока у нас 76,5%, эта цифра продолжает расти, нас в основном пользователи желают отменить ЕГЭ, а не против этой формы оценки знаний. Все-таки ваши комментарии, хотелось бы послушать, как бы вы проголосовали, и как вы думаете, почему столь все-таки высокий процент, при том, что ЕГЭ существует уже не первый год? Мы бы, наверное, проголосовали, ничего не надо менять, потому что с каждым годом в ряде экзаменов усовершенствуется структура. В прошлом году произошли некоторые изменения в структуре экзамена по литературе, по географии, и поэтому, я думаю, так будет продолжать совершенство эта процедура. Ничего менять не надо, на мой взгляд. Ну а такое количество недовольных самой системы, оно вас не пугает? Все-таки это не первый год звучат тезисы, аргументы в пользу того, чтобы, в принципе, отменить ЕГЭ, хотя Госдума в прошлом году проголосовала против, но тем не менее. Вы знаете, как таковых, на мой взгляд, объективных минусов нет в формате ЕГЭ, сдать экзамен в формате ЕГЭ. Есть лишь те минусы, которые построены на эмоциях родителей. Например, амбиции родителей сталкиваются с возможностями ребенка. То есть родители выбирают за ребенка вуз, заставляют сдавать профильную математику, а у ребенка нет такой возможности. Вот оттуда идут и минусы, отсюда и голосование. Ну тогда, если уж, коль скоро мы с ЕГЭ остаемся, нам надо понимать, как правильно к нему готовиться. Какие-то рекомендации по подготовке к ЕГЭ, потому что время, я думаю, еще есть. Стоит ли пользоваться обязательно репетиторами или школьных знаний достаточно, как правильно готовиться, и можно ли, в принципе, начать готовиться только в 11 классе, или эта подготовка должна вестись уже с начального уровня? Вы знаете, насчет репетиторства мы можем ответить следующее. Мы против репетиторства, потому что если ребенок смотивирован, и его знаний достаточно, он занимается поэтапно, целенаправленно, репетитор ему, в общем-то, не нужен. Это уже родитель решает, нужен ребенку репетитор или нет. Что касается рекомендаций, я могу вкратце дать общие какие-то рекомендации. Прежде всего, это, конечно, режим дня, режим сна и отдыха. То есть ложиться спать не позднее 11 часов вечера, вставать ежедневно в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов, необходимо, чтобы у выпускника было полноценное питание. Далее, конечно же, принимать участие в пробных ЕГЭ, а для этого нужно как можно раньше определиться с выбором ЕГЭ, да, с выбором предметов по выбору. Чем раньше ребенок определится, тем спокойнее он будет, потому что он будет поэтапно, целенаправленно, целеустремленно готовиться к ЕГЭ. И принимая участие во всех пробных, мы, в частности, в нашей гимназии регулярно проводим пробные ЕГЭ, уже начиная с 10-го класса, потому что большинство наших выпускников определяется с выбором экзаменов уже после 9-го класса. Они у нас все смотивированы. Ну, то есть вы хотите сказать, что если ученик, в принципе, работает на уроке в классе и выполняет просто домашнее задание, не занимаясь дополнительно, он может получить высокий балл? Нет, занимаясь дополнительно, речь не идет просто о репетиторах. Конечно, он должен заниматься самостоятельно, естественно, он должен решать задание в формате ЕГЭ, то есть определенная тренировка, естественно, нужна, даже для того, чтобы ознакомиться с правилами заполнения бланков, чтобы привыкнуть к формату ЕГЭ. В любом случае, заниматься нужно обязательно. Но вопрос с репетиторами или без, это уже на выбор родителей, да? На выбор родителей, конечно. Так, ну, Татьяна Викторовна, вам есть что добавить, в частности, по подготовке к математике, тем более, что у вас экзамен усложнился, как теперь к нему готовиться правильно? Ну, безусловно, самым главным это является своевременный выбор профиля математики, базовый или профильный. И чем раньше ученик с этим определяется, желательно это сделать в конце 9 класса, собирайся идти в 10 класс. Почему? Потому что тем раньше ты сделал этот выбор, тем более осознанно начинается твоя подготовка. Кроме этого, экзамен по математике и вообще предмет математика имеют свою особенность. В 10-11 классе предмет геометрии из плоскости перемещается в пространство стереометрии, пространственное мышление. Предмет алгебра заменяется на предмет алгебра и начало анализа, что уже является ступенькой к изучению этого предмета в ВУЗе. Поэтому очень своевременно сделать правильный выбор очень важно. И мои ученики, делая этот выбор, помогаю я им тем, что придумала мотиватор. Картинка там. Давайте откроем картинку, покажем, да. Итак, попросим режиссера вывести картинку данной экраны, а вы прокомментируйте. Да, с 10 класса начинаем отвечать на вопрос. Ты записался добровольцем на профиль, тогда ты должен ответить на следующие вопросы. А как ты учился в 10 классе? Не пропускаешь ли уроки? Делаешь ли домашние задания вовремя? Все ли формулы выучил? Тебе не пугает тригонометрия, стереометрия, производные, логарифмы, параметры и вычисления без калькулятора? Готов ли ты много трудиться? И только ответив положительно на все эти вопросы и постоянно положительно на них отвечая, вот только тогда мы приходим к нужной цели. Так, ну, если не ошибаюсь, приближается и дата как раз регистрации заявлений на ЕГЭ, когда ребята должны определиться. Можете подробнее рассказать об этом. Когда необходимо сделать этот выбор окончательно? Заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля включительно. После 1 февраля база данных закрывается и внести какие-то изменения уже невозможно. И хочу напомнить, что обязательными предметами являются русский язык и математика, а остальные предметы это предметы по выбору. В заявлении участник ЕГЭ должен, выпускник должен отметить все те предметы, которые он собирается сдавать. До 1 февраля необходимо успеть это сделать. Ну и у нас остается буквально несколько минут до конца эфира. И есть мнение Рособорнадзора, что российские выпускники в 2016-м справились с заданиями лучше, чем их предшественники в 2015-м. За счет чего удалось улучшить эти результаты при всех аргументах, которые в минус приводятся ЕГЭ? На примере математики, опять же, это связано с более осознанным подходом прошлогодних выпускников к выбору предмета. Те, кто мог бы получить неудовлетворительный результат на профильном уровне, выбрали базовый. А те, кто выбрали профильный, соответственно, более уверенно шли к цели. И тем самым средний балл ЕГЭ получился лучше. Ну это на примере математики. А в целом дополнительный? Можете, Лиза Николаевна, дополнить? Нет, я думаю, что, Татьяна Викторовна, самый главный результат по математике возрастает с каждым годом, улучшается. У нас осталось буквально пару минут до конца эфира. Какие-то рекомендации родителей можете дать? Как готовиться к ЕГЭ, как начинать, чтобы не было потом дополнительного стресса? Да, рекомендации родителям, которые можно дать, прежде всего, как уже было сказано ранее, это определиться с выбором предметов по выбору. Второй момент, это, конечно же, поддерживать ребенка, вселять в него уверенность и создать дома оптимально комфортную, оптимистичную обстановку. То есть не ругать, потому что у ребенка будет эмоциональный барьер, и это будет сказываться все хуже и хуже на его здоровье. И я думаю, что уверенности не будет. И если родители вселяют уверенность в ребенка, говорят, ты у меня самый лучший, не обязательно получать очень высокий балл, вселяют уверенность, то я думаю, что ребенок справится с любым испытанием, потому что мы все понимаем, что ЕГЭ, как и любой другой экзамен, это всего лишь одно из испытаний в жизни, которые нужно пройти максимально успешно. Ну и напоминаем, что у нас вблизи 1 февраля, до которого необходимо определиться с теми экзаменами, которые вы будете сдавать окончательно. На этом мы завершаем нашу беседу. Спасибо большое за то, что были в нашем эфире сегодня. Думаю, немало ценных советов наши телезрители получили. На этом мы попрощаемся. Это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин